Кириллу Жданову три года, а он уже перенес несколько операций. У него врожденный порог сердца. Юля узнала об этом на ранней стадии беременности, но решила рожать. Каждые три месяца мать и сын приезжают поддерживать здоровье в областной кардиодиспансер. Если бы неквалифицированные доктора, рассказывает Юля, ее Кирилл вряд ли бы жил, как все здоровые дети. Ну так же бегает, мы все разрешаем, ни в чем не отказываем. Играет со всеми детьми, чтобы не отставать. Как равно обычный ребенок, обычный, как и все дети. Помогают жить обычной жизнью детям и подросткам с сердечными проблемами команда профессионалов областного кардиодиспансера. Николай Свечков поставил на ноги не один десяток молодых людей. Врожденный порог сердца характерен тем, что есть, как и условно говоря, легкие формы, есть сложные формы. Но вообще врожденный порог сердца относится к операциям, конечно, высокого риска. У нас есть пороки, у которых очень высокая летальность. Связана она и с сопутствующей патологией самого ребенка. Но если говорить о в общем лечении врожденных порогов, конечно, у нас летальность очень низкая. То есть, если сравнивать нас с другими центрами нашей необъятной родины. Эти достижения были бы невозможны, если бы самарские медики не прошли международную программу переподготовки. Она стартовала в России 20 лет назад. И до сих пор врачи кардиодиспансера ежегодно практикуются в лучших клиниках мира. Что касается деток с пороками сердца, тех, которых надо оперировать, то в общем-то эта цифра, она остается постоянной. Это, в общем-то, не очень зависит, скажем так, от экологии, от уровня жизни и так далее. Их стандартно рождается 9 человек на тысячу детей, родившимися живыми. Вот и считайте. Наша отделение полностью обеспечивает помощь деткам в Самарской области. И, кстати, не только в Самарской области, с пороками сердца. У нас выделяется достаточно квот по высокотехнологичной медицинской помощи. Хватает на всех. Понятия очереди у нас нет. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из важнейших направлений национального проекта здравоохранения, инициированного президентом страны. Его реализация в регионе находится на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие медицины, усиление профилактической работы и раннего выявления заболеваний, обновление материально-технической базы больниц и клиник, оснащение их новым современным оборудованием играет важную роль в повышении качества жизни граждан. Это один из важнейших элементов стратегии лидерства в регионе. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.